Изготовить самостраховочный узел, подняться и спуститься по склону, спасти утопающего и оказать ему первую медицинскую помощь. Это всего лишь несколько заданий муниципального тура Всероссийской Олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Девятиклассник Владимир Пикалов признается, предмет ОБЖ ему нравится. Еще более интересно сдавать его в виде Олимпиады, где каждый старается победить. Он уверен, что подобные задания лишними в жизни не будут. В переправу приходил обрыв, мы поднимались, должны завязать узлы, пройти ее. Я прошел. Самый сложный этап для меня это медицина. Она опыт дает по жизни, чтобы ты мог потом, чтобы скорую не вызвать, смог сам в первую помощь показать, смог объяснить, сделать, спасти человека. Чтобы могли знать, что ты сможешь спасти человека. Курс ОБЖ школьники вспоминали поэтапно. Они демонстрировали свои знания как в теоретических заданиях, так и практических. Участники измеряли расстояние на карте, определяли азимут на предмет с помощью компаса, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему в чрезвычайной ситуации, рассказывали и показывали, как обращаться с огнетушителем, надевали специальные защитные комбинезоны и профессиональный костюм пожарного. Ошибки делать нельзя, за них начисляются штрафные баллы. Жюри организатора Олимпиады пригласили специалистов по гражданской обороне, сотрудников ГИМС и МЧС. Этап первичных действий при обнаружении пожара оценивал личный начальник пожарной части. Это простое знание и умение пользоваться первичными средствами пожарного тушения. Мне кажется, это каждый человек должен уметь связаться. Это все-таки для того, чтобы быть уверенным в своей жизни, знать, хотя бы минимум, тот, который необходим для безопасности своего жилища. В муниципальном туре Всероссийской Олимпиады по ОБЖ участвовали ученики всех школ города и района, седьмой по одиннадцатой классы. Для каждого возраста определенные задания, но юноши и девушки соревновались на равных условиях. Все как в жизни, где никто не застрахован от чрезвычайной ситуации. Специалисты говорят, такие Олимпиады позволяют оценить уровень подготовки не только учеников, но и учителей, да и в школы в целом. Сами же участники Олимпиады уверены, основы безопасности жизнедеятельности – это одна из дисциплин в школе, благодаря которой приобретаются знания и навыки, действительно необходимые в жизни. Победители определяются по итогам двух этапов – теория и практика. Лучшие будут представлять Чистополь уже на региональном уровне.